Ну что, готовы? Весёлый музей Титикака в Санкт-Петербурге зовёт нас снова. Продолжаем путешествовать и знакомиться с самыми необычными людьми и предметами за всю историю человечества. Среди экспонатов персонажи с выдающимися и странными частями тела. Например, мужчина с самым длинным носом аж 19 сантиметров. А ещё здесь можно залезть в чужое сердце и примерить гигантские ботинки 76-го размера. Но стоп! Кто это? Осторожно! Женщины-жирафы. Длина шеи такой женщины может достигать 40 сантиметров. Первые горловые кольца девочкам надевают в 5 лет, а затем каждый год добавляют по одному, вплоть до замужества. Встретив в Юго-Восточной Азии таких представительниц племени Падаунг, так и тянет воскликнуть. Да, красота требует жертв. А всё потому, что на шее каждой накручено от 20 до 25 толстых латунных колец общим весом в 5-9 килограммов. Вы спросите, откуда эта странная мода? И я вам отвечу. Есть три версии, а вы уж выбирайте, что вам по душе. Версия номер один. В давние времена металлические ошейники защищали жительниц азиатских деревень от тигров. Версия номер два. Женщины народности Падаунг очень красивые. Приходилось метить их кольцами, чтобы мужчины других племён их не украли. И версия номер три. Именно таким образом в семьях хранились драгоценные металлы. Какие хитрецы! А вот красота по-китайски. Это лотосовые ножки. Идеальная красавица в старом Китае должна была иметь стопу в 7-10 сантиметров. Чтобы добиться столь крохотных параметров, девочкам с малолетства туго перебинтовывали ступни, подгибая под подошву все пальцы, кроме большого. А поверх надевали башмачки, чей размер каждый месяц менялся на меньший. Так формировалась знаменитая лотосовая ножка. А следующая наша героиня – англичанка Этель Грейнджер. Чем же она знаменита? Да, в общем-то, обычная девушка с самой обычной внешностью из города Питерборо. Но так было до её свадьбы. А после выяснилось, что её избранник без ума от осиных талий. Желая угодить супругу, Этель села на строгую диету и надела тугой корсет. В результате таких экспериментов за последующие 10 лет её талия уменьшилась до рекордных 33 сантиметров. Женщина не снимала корсет даже на ночь. Ужас какой! Другое дело у Олтер Хадсон. Мужчина с трёхметровой талией. От красавчик! Есть на что посмотреть. Его завтрак состоял из коробки сосисок, фунта сала, дюжины яиц и буханки хлеба с виноградным джемом. Что уж говорить об обеде и ужине. К своему сорокалетию мужчина так растолстел, что тратил на дорогу от ванной комнаты целый час. А в 1987 году застрял в дверях собственной спальни. Спасатели позволяли его с помощью пожарного крана. Нелегко было ребятам вытаскивать 549 килограммов. Бедняжка! А вот эту красотку с выпученными глазами, увидев однажды, вы будете вспоминать до конца своих дней. Так американский комик Дэвид Леттерман сказал однажды о жительнице Чикаго Ким Гудман. Талант выкатывать глаза из орбит женщина открыла в себе после того, как во время хоккейного матча получила клюшкой по голове. Сначала Ким Гудман выкатила глаза на 11 миллиметров и её занесли в книгу рекордов Гиннесса. А в 2007 году Ким побила собственный рекорд, выкатив глазные яблоки ещё на один миллиметр дальше. Но не пугайтесь и, главное, так не делайте. Хватит нам и одной красотки. Дорогие любители необычного, на сегодня достаточно информации. Но впереди новые встречи в совсем нескучном музее. Пока-пока!